Для того, чтобы скачать приложение для камеры Xiaomi E, я воспользовался поиском, так как знал, что есть в Play Market родное приложение. Но я воспользовался поиском в интернете, и на 4 PDA раздел русскоязычная версия приложения и камера для Android, и есть для Apple телефонов, iOS, и вот скачал это приложение. Когда заходим в Explorer, приложение, которое показывает все ваши файлы, вот в папке Download, оно изначально скачивается, находится 25 мегабайт данных и камера, версия 1.6.17.ru. После установки у вас появляется вот такое вот приложение. И вы можете себе спокойно, нажав на камере кнопку включения, сейчас я это делаю, большую кнопку рядом с объективом, После того, как загорелась камера вокруг светодиодик возле включения, вы нажимаете на включение Wi-Fi, который находится с левой стороны от объектива, если смотрите ему в спину, если в лицо, то справа. И нажимаете кнопочку, чтобы индикатор замигал на Wi-Fi, а теперь нажимаете здесь на программе и ищет поиск камеры. Сейчас у нас должна камера подключиться и перед нами должен открыться прекрасный вид обзора, где я сижу, вышел на природу снимать природу возле речки. То есть, как вы видите, мы подключились к камере через Wi-Fi, то есть, чтобы вы увидели, вот так вот я сейчас сижу, сам себя снимаю. Привет-привет. И хочу сразу сказать, что русскоязычная программа очень удобная. Но для начала давайте сразу, что мы сделаем. Вот у меня здесь стоит уже штативчик, предлагаю вам закрепить. Благодаря тому, что внизу есть уже резьба, я закрепляю. Перед нами открылся красивый вид. Давайте я вам поставлю снимать непосредственно саму природу. Вот так вот. Вот. И теперь смотрите, что перед нами, какая перед нами задача. В русскоязычном приложении сразу же идет настройка видео, идет настройка фото и идет настройка общие камеры. Но в разделе видео все понятно. Первое, раздел качества самого видео. Второе, отметка времени. То есть, будет отключаться циклично. Второе, разрешение. Выбираете самое максимальное, которое существует сейчас. Это 4, его назвали еще 4К разрешение. Но у меня, когда я снял в этом разрешении 60p, то есть 60 кадров, то получилось, что пошло съемка, зависает видео, когда смотришь на ноутбуке. Поэтому буду снимать только в этом видеоразрешении. Пока эту функцию использовать не буду. Выбираете другие разрешения. 1800 на 960, есть 1280 на 720, тоже 60p. Можно снимать, в принципе, просматривать удобно. Возвращаемся на 30 кадров в секунду. Дальше идет стандарт, идет экспо-замер. Есть центр кадра. Вы можете сами это сейчас прочитать на экране. Разрешение фото. Стоит максимальное разрешение 4,3. То есть, такой квадрат у вас перед вами стоит. К сожалению, да, 16,9 нету развертки, но это можно подкорректировать. Но снимки хорошего качества. Снимочки я вам покажу в конце видеоролика. Если не забуду. Попробую не забыть, так как много информации. Очень хочется все вам рассказать, показать. Стандартный режим фото. Что это значит? Если вы включаете съемку, то у вас изначально показывает то, что вы переключив камеру по большой кнопке, переключаясь с видео на фотографии, у вас будет показывать то, что вы здесь выставите. Если обычный, то будет снимать по нажатию один снимок. Если вы поставите по таймеру, то будет срабатывать по таймеру. Если таймлапс, то тоже таймлапс или серийная съемка. Отметка времени. Это значит ставит время на видеоролики. Так, предосмотр, это значит, что вы можете смотреть изображение, когда оно не записывает в реальном времени по Wi-Fi. Оно будет немножко отставать, плавать, но тем не менее сможете хорошо это все видеть. Автонастройка освещения. Хочу вот сейчас вместе с вами проверить, как оно работает. Так, переподключились. Ну давайте поэкспериментируем. То есть, если я, например, снимаю что-то темное, то тяжеловато ему, не так быстро настраивается. А ну этот же кадр, возвращаемся назад, автонастройка активировалась и смотрим сейчас. То есть, быстро повернули туда, настроилось, сюда, гораздо быстрее. То есть, эта функция работает гораздо быстрее. Пока мы ставим сюда. А, мы можем даже повернуть сейчас, чтобы нас показывало. И так вот. Отлично. Всем привет, буду рассказывать и будете смотреть чуть-чуть на меня. Поехали дальше. Это мы посмотрели. Цикличная запись. Это значит, что если запишет, начинает писать заново. То есть, при этом, ну зацикленная. Она закончится место и продолжает писать дальше. При этом не остановится. Коррекция искажений объектива. Включил. Разницу сильно не заметил. Возможно, это будет выдавать себя позже. Когда какие-то явные будут искажения. Поворот видео. Вот это хочу включить. Резервное копирование. Интересно, что появилась функция отключить все Bluetooth-устройства. То есть, не по Wi-Fi, а через Bluetooth можно просматривать снимки. Так, громкость, динамика. Это функция пикать камера будет, когда снимает кадры. Тихо и вообще отключить. Я ее отключил. Раздражает. Но иногда очень надо, чтобы ты услышал, работает камера или нет. Настройка Wi-Fi. Здесь можно настроить название Wi-Fi. Как определяется камера, пароль Wi-Fi. И изменить эти данные. Пока есть изначально нулевой пароль. Его нету. И просто свободное подключение. Вы это можете настроить самостоятельно. Время в камере вы можете синхронизировать по настройкам телефона. И еще один очень важный режим. Если вам надо, чтобы камера не светилась и ни один светодиод не работал, то вам надо зайти в режим LED. И здесь есть такая функция включить все, выключить все и только индикация состояния. То есть, только будут мигать красные кнопочки, которые находятся вверху, сзади и сбоку, для того, чтобы видно было, что индикация записи идет. Ну а дальше здесь идет модель и версия прошивки. Кстати, после 10 минут работы подключения к камере, мне система оповестила, что существует прошивка для моей камеры. И сразу же ее скачала и в течение где-то полторы секунды установила. После установки камеру надо было выключить и потом опять включить, чтобы все заработало корректно. Камеру быстро опять нашло и камера продолжает корректно работать. Итак, ребята, поехали. Буду демонстрировать вам, как... Ага, поворот камеры вот что означает. Это значит, что если вы ее подцепили вверх ногами, и вам надо такая съемка, то включив поворот, она спокойно будет снимать вверх ногами. Мы это возвращаемся и отключаем. Камера у нас отключена. Итак, рассказываю дальше, что необходимо сделать. Заходим в раздел видео. Здесь уже все снято. Показывает индикатор заряда. Здесь заряд телефона, а здесь уровень сигнала от Wi-Fi. Ну вот, к примеру, покажу вам, если отойти. Ну, к примеру, давайте продемонстрирую вам. Так, вот смотрите, я отхожу, ухожу. И обратите внимание на этот уровень сигнала. То есть, я уже отошел на метров, не знаю, 15, наверное. Еще работает на прямой зоне видимости. Меня, наверное, уже и не видно. Сигнал прямой. То есть, я махаю, может даже и не видно. Еще работает. Ухожу дальше. Ухожу подальше. Сейчас уже, ну, метров 40, наверное, уже отошел. Уровень сигнала двоечка из десяти, если я правильно вижу деление. И еще работает и снимает. То есть, можно еще управлять камерой и менять все настроечки. Вот сейчас сигнал пропадает. Как видим, сигнал пропадает. Я к нему подхожу. То есть, видно, что стабильно на прямой видимости на природе можно управлять. Сейчас подключится камера опять к моему внешнему виду. Вот, переподключить. Опять ищем камеру. То есть, был потерян сигнал, далеко ушел. Подключаемся. Подключаемся. Так, 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 так. О, мы в зоне видимости. Так. Ну что, сядем и изображение, конечно, если ты в уголку сидишь, то видно, что как тянет. А если в центре, то хорошо. Нажав съемку, пошла запись. То есть, сейчас идет запись. При включении, вы видели, небольшие квадратики появляются, потому что через Wi-Fi видео замедлено. Вот я махаю, и оно через секунды, секунду-полторы где-то срабатывает. Видео можно остановить, и видео можно просмотреть сразу же после съемки, но при этом, как оно просматривается, при этом оно идет, загружается с карты памяти, которая находится в камере. Включаем. Оно сначала показывает его вот так вот не очень качественно, но если нажать запись, то есть сейчас идет запись. То есть, при включении, вы видели, небольшие квадратики появляются, потому что через Wi-Fi видео замедлено. Вот я махаю, и оно через... Здесь качество предпросмотров, то есть оно для предпросмотра не очень качественное. И что интересно, на флешке создается два видеоролика. Один для предпросмотра, второй оригинал. То есть, когда делаешь оригинал, смотришь, качество высокого, а здесь показывают не очень высокого. Здесь можно, кликнув по экрану, выскочит меню. Обратите внимание, загрузить или удалить. Если загрузить, пошла загрузка в телефон с камеры. Если удалить, то оно удаляется. Так, удалить. Многие жаловались на звук. Я звуком доволен. Единственное, что хотел бы раскрутить, убедиться, что у меня микрофон не заклеен. Потому что, если у меня он заклеен и так хорошо пишет, то тогда я могу раскупорить ту резинку, которую там посадили на микрофон. И я представляю тогда качество звука. Так, возвращаемся мы на обзор камеры. Здесь я вообще любитель съемки таймлапс. То есть, я вам сейчас поверну, покажу, какой вид здесь открывается. Приближения и зума здесь никакого нет. То есть, можно пальцами пробовать. Картинка. Вот так вот. Картинка не меняется. Можно включить режим таймлапса, зайдя в режим фото и выбрать снимок таймлапс. Здесь есть регулирование секундами. То есть, можно 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 и 60. Я обычно снимаю на 2. Если это процесс быстрого, например, за час, за два, за три или за четыре я что-то сделаю. Например, в видеороликах я часто могу показывать, как заходит солнце, как можно быстро снять крышу, разобрать крышу, шифер снять. То есть, ремонтные работы, которыми я занимаюсь и так обеспечиваю семью. Или что-то еще другое, что совсем по-другому можно взглянуть на жизнь. Заряд у камеры уже 8%. То есть, идет разрядка через Wi-Fi очень быстро. Меньше, ну где-то на час хватает. Аккумулятор маленький, видели, но тем не менее держит. Очень приятно, что она работает, когда, ну, во время работы можно заряжать камеру на ходу. У меня есть внешнее зарядное устройство для того, чтобы можно было подключать, рядом его вешать и идет запись. Точнее, идет съемка. Так, я хочу отключиться от камеры и показать вам, как выглядит сейчас индикация во время записи. Итак, включаю камеру. Камера включилась. Вот видите, что сейчас мигает индикация заряда на камере. Это мигает Wi-Fi, что он подключен. Вверху ничего не мигает, пока месь. Единственное, что вот мигает лампочка здесь. Это уже говорит о том, что красный цвет. На камере вы видите такой розовый, но это красный на камере. Это значит, что разряжен аккумулятор и идет, что камера включена. Если горит синим, это хороший заряд. Если горит фиолетовым, это значит, что заряд уже ниже 75 до 50, ниже чуть-чуть. А потом уже, если красный, это значит уже ниже 40 и тому подобное. Ну, примерно такой алгоритм. То есть, такая визуальная подсказка. Если нажимаем кнопочку, пошла запись, то здесь будет мигать на таймлапс. Я выбрал режим таймлапс, будет мигать. Видите, каждый раз, когда мигает, это делается снимок. Вот еще раз. А как здесь ведет себя, посмотрите. Здесь не мигает. Нет, мигает. Прошу прощения, так как сам изучаю. Здесь мигает, когда тоже делает снимок. Получается, это мигает. Здесь сбоку мигает. Индикация. Здесь мигает. Сзади мигает, когда делает снимок. Мигнул сейчас. Мигнул. И снизу мигает. Здесь индикатор, но я туда не подлезу уже. Ну что, я очень доволен покупкой. Я, может быть, не все рассказал про нее. Но мои первые впечатления очень хорошо. Работает, очень хорошо пишет, как для такой камеры. Я ее покупал через сайт AliExpress, ссылочка внизу в описании. И еще хочу сказать, что все, что я надеялся, возлагал на нее, то я получил ее по максимуму. То, что ожидал. 13 дней она шла в пути. И она отлично себя показала. Поэтому рекомендую. Видео сейчас с камеры и фотографии будут в конце видеоролика.